И к другим темам. В специализированной школе имени Абу Али и Бансино состоялась церемония награждения победителей международных и республиканских предметных олимпиад по итогам 2023-2024 учебного года их педагогов. Отметим, что на повышение качества преподавания в школах в стране направлен ряд мер, начиная с совершенствования национального законодательства, служащего повышению статуса учителя, заканчивая улучшением материально-технической базы образовательных учреждений. И, как отметил лидер страны, на встрече с представителями сферы образования от профессионализма педагогов зависит всестороннее формирование личности учащихся. Всестороннее развитие подрастающего поколения – приоритетное направление. А потому ведется соответствующая работа по повышению качества образования, укреплению материально-технической базы учебных заведений, внедрению современных программ обучения с использованием информационных технологий, проведению различных олимпиад и выявлению одаренной молодежи. Этим аспектом, а также повышению квалификации преподавателей, глава государства уделяет особое внимание. Задачи по дальнейшему совершенствованию качества обучения и воспитания в общеобразовательных учреждениях были озвучены руководителем страны накануне в ходе ознакомления с презентацией, ориентированной на повышение качества преподавания музыки, физической культуры и военно-патриотического воспитания в школах. Среди обозначенных задач говорилось о системе повышения практической квалификации учителей музыки, нового порядка присвоения им категории, создание художественных коллективов Иктедуар, проведение регулярных конкурсов для выявления одаренной молодежи. Дмитрий Саев сделал еще один шаг к тому, чтобы развить музыкальную культуру в нашей республике. В нашей школе очень много детей ходят в музыкальные школы, но родители хотят, чтобы именно в школах было развитие музыкальной культуры, а для такого развития у нас не было возможности. Теперь будет возможность соединения музыкальных школ, баркемала в лед и наших общеобразовательных школ в едином механизме, который позволит развить наших детей не только в других предметах, но и в музыкальной культуре. И развитие детского музыкального творчества будет в общеобразовательных школах вестись. Повышение квалификации учителей, если раньше было только тестирование, так как наш предмет это предмет практики, учитель должен не только говорить о своем предмете, знакомить про историю музыки, он должен уметь сам хорошо владеть музыкальным инструментом. А для того, чтобы уметь самому хорошо владеть инструментом, нужна практика. И для этого теперь будет возможность повышения квалификации, будет на хорошем уровне. Есть новая возможность развития музыкальной культуры в нашем обществе, в нашей республике. Мы за это очень рады. Обозначенных задач немало, и каждая из них ориентирована на всестороннее гармоничное развитие молодых людей. Еще одним из важных стимулов является поощрение талантливых учащихся, которые демонстрируют отличные результаты на предметных олимпиадах. К примеру, в 2023-2024 годах школьники завоевали в общей сложности 122 медали на международных предметных олимпиадах, которые проходили в таких странах, как Саудовская Аравия, Великобритания, Иран, Египет, Таиланд, Казахстан, Россия, Китай, Болгария, Турция, Германия, Индия, а также в Узбекистане. Данный результат на сегодняшний день является самым высоким. Специализированная школа имени Абу Алибен Сино. Именно здесь состоялась торжественная церемония награждения. Согласно постановлению главы государства о мерах по дальнейшему совершенствованию системы работы с одаренной молодежью, победители, завоевавших медали на международных олимпиадах, а также их наставников, отметили денежными вознаграждениями. Награждение наших любимых учеников и их преподавателей, которые завоевали призовые места в международных олимпиадах, в олимпиадах по математике, биологии, химии, в направлении филологии. Это немецкий язык, это английский язык. В зале присутствуют не только преподаватели, наши ученики, но и их родители, в глазах которых мы можем увидеть всю радость за своих учеников, за своих детей. Что мы хотели пожелать? Конечно, чтобы в дальнейшем наши ученики завоевали больше и больше медалей. Хотелось бы сказать, что именно внимание государства, внимание учителям, нашим ученикам, школы – это все достижения нашей республики. Конечно, подготовка к олимпиаде была непростой, но мы с моим наставником достигли хороших результатов, как итог завоевала серебряную медаль. Все это стало возможным благодаря созданным в стране условиям, а также поддержке и вниманию главы государства. В первую очередь спасибо президенту за внимание и поддержку учащихся и учителей. Мой подопечник получил серебряную медаль на международной олимпиаде. Я получил 105 миллионов суммов, а мой ученик получил 114 миллионов суммов. Для нас, педагогов и учащихся, созданы все возможности. Мы только должны работать. Подобные стимулы вселяют уверенность, а еще мотивируют не только учащихся, но и их учителей работать еще усерднее и завоевывать новые рубежи.